Всех интересует вопрос, когда конкретно можно будет забрать пенсии. Оказывается, уже скоро снимать пенсионные накопления хотят разрешить с 1 января 2021 года. То есть через 4 месяца. Круто! На какое же жилье можно будет потратить пенсионные накопления? Как сказал министр, казахстанцам разрешат закрыть ипотеку и сделать ремонт. Мы предлагаем шире не только приобретение жилья, а именно улучшение жилищных условий. Поэтому те средства, которые возможно будут изъять, граждане смогут направить на приобретение жилья и земельного участка. Причем жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Могут использовать как первоначальный взнос для получения ипотеки. Могут использовать на погашение ипотеки или рефинансирование кредита. Независимо в каком банке получали, независимо по какой государственной программе. А также могут использовать на строительство нового жилья, ремонт жилья и расширение жилья. В теории все здорово. А как будет на практике? Кто из казахстанцев сможет использовать свои пенсионные? А вот тут вас ждет подвох. Получат деньги те, у кого есть большая сумма на пенсионном счете. Хорошо. Сколько же денег должно быть на пенсионном счете? Если вам 30 лет, порог составляет 2,5 миллиона. Сверх этой суммы накопление можно снять. Чем старше человек, тем крупнее должна быть сумма накоплений. И главное, изъять можно не более половины от суммы своих накоплений. То есть снять пенсии смогут только те, кто особенно и не нуждается в улучшении жилищных условий. Но министр Нурмбетов говорит, что раньше было еще хуже. Сделали порог достаточности одинаковый как для мужчин, так и для женщин, что позволило до 4 раз снизить этот порог и, соответственно, увеличить количество граждан, которые имеют возможность. Мы просмотрели некоторые параметры самого расчета порога. Достаточно, например, учли, что молодой человек, который имеет какое-то сегодня накопление, он еще имеет возможность до пенсионного возраста при регулярных платежах накапливать какие-то суммы. И последнее. Мы в числе пенсионеров также учли пенсионеров, которые вышли на пенсию раньше общего установленного срока из системы правоохранительных и силовых структур. В общем, как говорят критики, подстраховщики из Минтруда рассчитали такую схему безубыточности и НПФ, что воспользоваться досрочным изъятием смогут только очень высокооплачиваемые граждане. Государство дало надежду казахстанцам и вновь ее отняло. Ведь согласитесь, если вы имеете 10 миллионов накоплений на пенсионном счете, то на квартиру вы себе и без льготы от государства уже смогли заработать. Паурженший Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.